Добрый день, меня зовут Анастасия. И сегодня очередное видео от Академии счастья. Мы будем говорить с Евченко Александром на тему того, как улучшить свое состояние. И сегодня у нас будет это происходить в виде интервью. Я задам несколько вопросов, которые меня очень, на самом деле, интересуют. Саша, скажи, пожалуйста, как быть человеком, у которого есть официальная работа? Как в такой ситуации? Мне не очень интересно твое мнение по этому поводу, что делать с работой. Я понял, да. Ну хорошо, я скажу так по поводу работы, потому что работа происходит от слова рабство, и по сути человек продает свое время за деньги. То есть он делает что-то, ну какое-то нелюбимое занятие, которое, ну скажем, ему не особо нравится, но он это делает, потому что получает за это вознаграждение. И зачастую этого вознаграждения даже не хватает на то, чтобы нормально жить. То есть люди продаются даже не за дорого, но по сути вот это я выражаю свое отношение к этому. То есть работа – это продажа своего времени за деньги. И то есть люди даже хотят этого, то есть хотят продать себе в рабство, чтобы они там служили какой-то компании, какой-то фирме, да. То есть они как бы, ну, даже бывает им неприятно, когда их увольняют с работы, да, и они теряют вот такую возможность побыть немного в рабстве. Да, я с тобой согласна, но скажи тогда, почему у людей возникает такое желание, откуда оно берется, почему вот там какая-то схема существует, да, там садик, школа, университет, а потом все вот, ну, даже я себя помнила, как бы, о том, что были мысли, вот я закончу универс, что я буду делать, нужно срочно искать работу. Почему у всех такие мысли возникают? Нас неправильно воспитывают изначально, откуда берется эта система, структура. Ага, ну вот как раз правильное слово – система. Потому что система, она что дает? Она дает возможность, ну, построить шаблон, который удобен для того, чтобы использовать людей, как винтики, как таких вот, ну, скажем так, что-то, что можно заменить. То есть система работает, да, и если одного человека можно легко заменить, то, соответственно, это очень удобно системе. И поэтому с садика, со школы, там, с университета идет, ну, просто, как правильно сказать, создание биороботов, которым, ну, можно управлять. То есть создается определенная, скажем, такая идея, что нужно слушаться, нужно работать. То есть такой смысл жизни. Нужно там дальше строить семью, рожать детей, потом умирать. То есть это все создается как шаблон системы. И эта система, она, ну, как бы работает с каждым человеком, в том числе и со мной, и с тобой. Но если мы видим и понимаем, ну, как бы взаимосвязи всей этой системы, то есть достаточно осознанно, то мы можем в каких-то, ну, моментах не делать то, что нам говорит система, не соблюдать это, то есть понемногу выходить из системы. То есть осознанность позволяет человеку выйти из этой системы постепенно. То есть не путем какой-то эволюции, то есть революции, а наоборот путем эволюции. То есть постепенный выход – это постепенное увеличение осознанности для каждого. Да, хорошо. Как эту осознанность нарабатывать, откуда она берется? Осознанность. Осознанность берется. Да, то есть у каждого человека есть определенный уровень осознанности, и то есть его можно постепенно повышать. То есть как раз вот то, чем я занимаюсь, это auditing или processing, он постепенно повышает уровень осознанности человека за счет того, что у человека удаляется негативный заряд. То есть те, скажем, моменты прошлого, которые он не осознает, не хочет на них смотреть. То есть там есть негативные эмоции, заряд боли, бессознательности. И вот когда мы это удаляем, осознанность повышается, и человек видит, что мы его просто обманывают, вот в чем повышение осознанности. Хорошо, а ты по вопросу, как ты думаешь, если все люди перестанут работать, такое общество возможно, когда ни у кого нет работы? Да, это общество, когда люди будут делать то, что им нравится, потому что мы уже сейчас можем жить в таком обществе. Просто люди, ну скажем так, вот из-за того, что манипулируют ими, начиная с садика, со школы и так далее, и, соответственно, они не понимают, что они могут жить в обществе благополучия, обществе процветания. Вот если достаточно посмотреть фильм «Процветание» или фильм «Секрет», там «Дух времени», то есть фильмы Жака Фреско, то есть они все говорят о том, что мы можем жить счастливо, что мы можем жить осознанно и что мы можем жить процветающе. То есть достаточно этого, если просто каждый человек поверит в это и будет делать то, что ему действительно по душе, по душе ему то, что нравится. Да, с тобой с этими словами сложно не согласиться. Жан Фреско, Жак Фреско, все наверняка его слышали, но все-таки почему тогда в этом мире так много несчастливых людей остается? Как, что с ними делать? Ага, ну хорошо, да. Уничтожать, переселять на другую планету. Я понял, да. Ну хорошо, давай, наверное, это последний вопрос, на который я отвечу сегодня. Что делать с несчастливыми людьми? То есть их надо делать счастливыми. То есть каким образом? Путем того, что человек будет осознать, что приносит ему несчастье и, соответственно, работать с этим, то есть прорабатывать. Вот как раз я говорил про негативный заряд. То есть человек несчастлив, потому что у него есть негативный заряд, который влияет на него через зуб и делает его несчастливым. То есть заставляет делать те вещи, которые ему не нравятся и так далее. И, соответственно, он, ну, по сути, становится вот таким вот рабом, которым можно манипулировать. То есть манипулирует тем, кто несчастлив. А если человек счастлив, то им сложно манипулировать. Если он осознан, то им сложно манипулировать. Потому что он уже знает, что ему хочется, и он делает то, что ему хочется, а не то, что требует от него какая-то система. В общем, все поняли, все услышали. Надо стремиться к тому, чтобы быть счастливыми, осознанными. Чего мы вам и желаем.